ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ходить в храм. Трансляции, молитвенное правило утреннее и вечернее тоже великопостное, да и большая часть программ посвящены этой главной теме. Поэтому смотрите, слушайте, назидайтесь и получайте духовную пользу. К сожалению, в этом году и Великий пост, и вся наша жизнь осложнены моровым поветрием эпидемии коронавируса. Это наложило огромный отпечаток на всю общественную жизнь, так или иначе затронуло и жизнь церкви. В некоторых странах мира принудительно закрыты все храмы, а священники, дерзающие совершать литургию, подвергаются арестам. Сначала под эгидой борьбы с терроризмом, а сейчас под вывеской борьбы с коронавирусом антихристианские силы очень успешно и эффективно отрабатывают свои задачи, репетируя далеко не светлое будущее человечества. Но разве у христиан это может вызывать удивление? Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец, ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезни. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать и возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут и прельстят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется. Кому из святых отцов принадлежат эти слова? Не помните? Может, кому-то из апостолов? Вспоминайте. Нет? Совершенно верно. Это слова самого Христа. Это прямая речь Христа из Евангелия. Христа. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец. А что это значит? Значит, надо работать, продолжать работать. И над своей душой, пока еще есть время, и просвещать своих ближних и дальних. Что и делает телеканал «Союз». Но, увы, эфир нам ни на время поста, ни на время эпидемии никто дешевле не сделал. А наше вещание осуществляется исключительно на добровольные взносы зрителей. У нас нет ни инвесторов, ни рекламы, ни рекламы. И судьба нашего вещания полностью в ваших руках. К сожалению, в марте, особенно во второй половине месяца, пожертвования от вас снизились почти в два раза. Понятно и правильно, что сейчас многие стараются меньше выходить из дома. Но если паника от коронавируса убьет «Союз», «Муссоюз», «Радио Воскресенье», «Православную газету», то что мы скажем нашей совести, когда паника пройдет? Пожалуйста, не забывайте помогать телеканалу «Союз». Просим всех-всех-всех проявить активность и откликнуться любым из возможных для вас способов. Терминалы «Киви», банковский перевод, банковская карта, электронные деньги, почтовый перевод. Мы благодарны за любую поддержку. За каждую тысячу, сто, десять рублей, даже один рубль. Все в копилку «Союза». И каждый этот рубль продолжение работы телеканала. Очень рекомендуем вам освоить дистанционные способы платежей через телефоны, планшеты, компьютеры. То есть не выходя из дома. Пусть ваши дети или внуки научат вас это делать, кто не умеет. Это совсем не сложно. Тогда вы легко будете вносить свою лепту через Сбербанк онлайн. Кстати, там же можно сделать и все коммунальные другие платежи. Не так давно Сбербанк открыл приложение «Сбермаркет». Через него можно заказывать и продукты, в том числе и постные, по обычным магазинным ценам. И товары для дома. Это все с доставкой. У них почти всегда есть еще и дополнительные скидки, акции. Это очень удобно. В течение нескольких часов вам на дом привезут все, что вам необходимо. И вы при этом не будете зависеть от помощи или, к сожалению, иногда не помощи родственников. Научитесь. Это не реклама Сбербанка. Это действительно очень облегчит вашу жизнь. Кроме того, на телефонах, планшетах и компьютерах есть и вещание наших каналов «Союз и Муссоюз». Есть мобильное приложение нашего радио «Воскресенье». И свежие номера выкладываются православной газеты. Ролики практически всех программ наши сотрудники выкладывают на Ютубе. Спасибо всем за то, что мы все еще есть. Пожалуйста, не забывайте вносить свою лепту в наше вещание. Будем жить. И душеспасительного всем Великого Поста. Великий Пост – это не время для уныния, не время для мрачной печали, а время духовной радости, время для созидания своей души. Будем это все и всегда помнить.